Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о Евангелии от Матфея, обратимся сейчас к третьей главе Евангелия. Начиная с третьей главы, Матфей, собственно, уже рассказывает о евангельских событиях, о том, что связано непосредственно с деятельностью Господа Иисуса, пропуская, соответственно, где-то лет 30, видимо, с лишним, и естественным совершенно образом он начинает рассказ со свидетельства об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель был чрезвычайно важной фигурой в ту эпоху, человеком, который глубоко поразил израильтян и оставил в народе Божьем на долгие годы очень сильное впечатление. Его влияние на образ мыслей, на поступки, на выбор, в конце концов, его современников невозможно переоценить. И даже иногда после гибели Иоанна Крестителя люди принимали Иисуса за него, как мы знаем по евангельским рассказам. Итак, вот Иоанн Креститель, человек, который, как рассказывает нам евангелист Лука, был сыном священника Захарии, его жены Елизаветы, и родственником Господа Иисуса по плоти, человек, согласно представлению большинства исследователей, воспитывавшись в одной из таких полумаргинальных иудейских сект, то есть, если в пустыне, вдруг, неожиданно для жителей Палестины, выходят из-за Иордана, из пустыни, приходят на Иордан и проповедуют, говоря, покайтесь потому, что приблизилось Царство Небесное. И, собственно, может быть, самое важное, что евангелист сообщает нам, именно в этой фразе и заключается. Во-первых, само по себе слово «покайтесь», которое греческий переводчик Матфея передаёт как «обернитесь умом», потому что в наш русский язык под словом «покаяние» вошло греческое слово, которое именно обозначает поворот ума на 180 градусов. Измените способ видеть жизнь, способ думать, способ совершать нравственный выбор. Покаяние вовсе не сводится, и даже не в первую очередь, в том, как мы видим это в Евангелии от Матфея, к посыпанию головы пеплом. Раскаяние и покаяние – вещи, хоть и однокоренные, и даже связанные, но всё же далёко не одно и то же. И евангелист рассказывает нам о том, что Иоанн Креститель призывает именно изменить свою жизнь, не просто сожалеть о содеянном, что, вообще говоря, необходимо, но в большинстве случаев довольно безрезультатно в прошлом что-то изменить. Мы можем далеко не всегда. Хотя, конечно, если что-то можем исправить, то это надо сделать. Но всё-таки покаяние, обращение ума в устах Иоанна Крестителя, и потом в устах Иисуса направлено не столько в прошлое, сколько вперёд в будущее, к другой жизни, к жизни, которая по-другому устроена, в которой человек по-другому думает. Ум поворачивается на 180 градусов, и человек становится способным выбирать правду Божью. Вот это слово «покайтесь» оно, конечно, заслуживает очень серьёзного обдумывания для читателя и очень важно для евангелистов. Кроме того, ещё заметим, что он обращается к людям, которые принадлежат к иудейской культуре, и часто, почти интуитивно полагают, что одна сама по себе принадлежность к иудейской традиции уже может быть некоторым основанием для того, чтобы Бог этих людей каким-то образом помиловал, если не вовсе вознаградил. Знаете, иногда я думаю, что мы можем смоделировать реакцию по реакцию слушателей на слова Иоанна Крестителя, потому что подумали бы мы сами, если бы кто-то пришёл к нам из пустыни и сказал, вы должны креститься заново, потому что вы только думаете, что вы верующие, что вы народ Божий, а на самом деле по поступкам это совсем не так. Ну вот, конечно, наша реакция, в первую очередь, была бы агрессивной. Так и здесь, когда креститель обращается к народу Божьему с призывом покаяться, то есть изменить свою жизнь, автоматически вопрос, зачем, почему мы должны что-то менять? С нами всё в порядке, как евангелист Иоанн рассказывает о фарисеях, которые говорят Господу Иисусу, мы дети Авраама и не были рабами никому никогда, забыв о рабстве в Египте 400-летнем и 70-летнем рабстве в Вавилоне. Вот так и здесь. Почему это мы должны каяться? Разве с нами не всё в порядке? И вот Иоанн Креститель крестит, то есть омывает, предлагает израильтянам пройти ту, собственно, процедуру, которая предназначена для того, чтобы принять в избранный народ язычников. Собственно, это предварительная даже в каком-то смысле процедура, хотя в ту эпоху очень часто язычники, принимавшие веру Израиля и поклонявшиеся Богу Израиля, проходили именно это омоление, в первую очередь, ну, в силу неких правовых причин, воздерживаясь от обрезания, назывались, соответственно, боящимися Бога. И так Креститель обращается к иудеям, говоря, вам есть что менять в этой жизни, и это необходимо. С вами признайте, что с вами не всё в порядке. И надо что-то менять, надо что-то делать. Покаяние, повторяю, это не только, к сожалению, о содеянном, но и устремление теперь жить по-другому, начиная с этого момента, с того момента, когда слово Крестителя достигло ушей израильтян. И дальше, вот он говорит, приблизилось Царство Небесное. Здесь обращают на себя внимание несколько вещей. Во-первых, Матфей избегает говорить о Царстве Божьем, потому что в иудейской, иудео-христианской культуре, в общем, особенно в иудейской, в общем, уже было в эту эпоху не принято не только использовать имя Божье, но и само слово Бог. Ну, вот так они поняли заповедь Моисеева, не употребляя имени Божьего, всуя, и решили, что, чтобы ненароком не нарушить её, лучше вовсе не употреблять имени Божьего. И его не произносил никто, кроме первого священника раз в год. И даже того большее слово Бог для иудеев становилось всё более и более неприемлемым в лексиконе, и чаще всего они заменяли его словом небеса. Небеса. Поэтому на самом деле Царство Небесное это не то Царство, которое за облаками, как это часто изображали карикатуристы вроде Эйфеля, а это Царство Небес. Не Царство на небесах, а Царство Небес здесь, в этой жизни, в которой Креститель призывает людей изменить свой образ мысли, изменить свои поступки. И покаяние – это изменение этой жизни, потому что приблизилось Царство Небес, Царство Бога здесь, в пространстве, в котором находимся мы с вами сегодня. Это чрезвычайно важно, потому что, конечно, в силу разных исторических причин выражение Царства Небесное чаще всего сейчас понимается совершенно не так, как оно понималось евангелистам, да и другими евангелистами тоже. Ну и еще один тоже важный момент, который обращает на себя внимание, это его слова о том, что Царство Бога приблизилось. Царство Бога приблизилось не в том смысле, что оно было очень далеко, а стало не очень далеко. Приблизилось здесь, не предполагают, что вместо тысячи километров оно стало от нас за 990, а предполагает именно оппозицию. Далеко и близко. Либо оно на каком-то расстоянии и в любом случае недостижимо, либо оно близко рядом здесь при дверях. Поэтому, собственно, стало близким, приблизилось почти синонимично словам «пришло». Креститель говорит о том, что вот теперь время, когда надо действовать, когда надо менять свою жизнь, потому что теперь Царство Божье открыто, доступно, как сам Христос скажет, со времен Крестителя Царство Божье усилием берется. Вот это главный смысл той проповеди Аны Крестителя, о которой нам рассказывает евангелист Матфей. Кроме того, он добавляет также некоторые детали о том, что люди приходили, крестились в Иордане от Иоанна. И это, кстати говоря, ведь тоже очень важная и характерная деталь, потому что все те, кто пришли креститься от Иоанна на Иордан, они понимали, что нужно менять свою жизнь, нужно менять образ жизни, образ мыслей, нужно поворачиваться умом. Есть в чем покаяться, есть что изменить и исправить. Да, коль скоро эта проповедь Крестителя нашла отклик в их сердцах, и они поверили ему. И кроме того, еще в контексте самого повествования чрезвычайно важный факт, то, что Иоанн Креститель людям, которые к нему приходят, в том числе фарисеям и сатугеям, которые приходят, судя по рассказу Евангелиста Иоанна, не столько услышать, сколько проконтролировать и проверить догматические соответствия и несоответствия в проповеди Крестителя. Да, вот он говорит о том, что это обращение, этот поворот ума к Царству Бога, это еще на самом деле предварительный этап. Идет за мною некто, говорит Иоанн Креститель, и отрекается, когда его пытаются спросить, не является ли он мессией. Он говорит, нет, но идет за мною тот, кто сильнее меня, он будет крестить, то есть омывать Духом Святым и огнем. И эта встреча с тем, кто идет за Иоанном Крестителем, собственно, и будет вступлением в Царство. Вот это основная, может быть, идея этого рассказа евангелиста в третьей главе. И завершается третья глава свидетельством о событиях, которые происходили, когда Господь Иисус пришел Неорданг и Анну креститься. Говоря о других Евангелиях, мы уже обсуждали само по себе это событие, что здесь важно именно в версии Матфея. Он говорит о том, что когда Иисус приходит креститься, Иоанн Креститель в общем не не готов это сделать, не считает, что это так именно должно происходить. Он говорит это мне надо креститься от тебя, а не тебе от меня. Стало быть, собственно, Матфей рассказывает читателю о том, что Иоанн Креститель тот самый знаменитый, чрезвычайно почитаемый пророк, действовавший в конце двадцатых годов первого столетия в Палестине. Вот именно Иисуса он признал идущим за ним, который сильнее него, именно Иисуса он принял как того, кто будет крестить нас Духом Святым и огнем. Это, собственно, самое важное. И когда Господь говорит ему допусти теперь, потому что так надлежит нам исполнить всякую правду, для читателя важно не то, что мы с трудом лишь можем понять, что означает эта фраза в этом диалоге между Иоанном и Иисусом, но для нас важно увидеть, что Иоанн-то понял, что хочет ему сказать Иисус, и действительно его крестил. И, наконец, разные евангелисты по-разному говорят о том голосе, о тех словах, которые прозвучали в этот момент, то ли их слышит Иисус, то ли их слышит Иоанн-Креститель, то ли их слышат другие люди, которые здесь рядом с ними находились в этот момент, но сам текст, сама фраза приводится более или менее одинаковым образом. Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое Благоволение. Три вещи следует здесь подчеркнуть. Вот этот глаз Небесный свидетельствует о том, что Иисус, Сын Божий, тот, кто пришел от Бога. Второе, собственно, любовь Бога к людям, забота Бога о спасении своего народа и человечества выражаются именно в том факте, что Иисус пришел к людям, в том, что Иисус стал человеком и дальше о происходящих событиях, которые рассказывает юниорист Матфей, это, собственно, и разворачивается. И, наконец, еще тоже довольно важно, что выражение «Сей, сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение» не предполагает еще каких-то дальнейших благ и бонусов, которые мы могли бы от Бога получить. все целиком, полностью, сто процентов Божьего благоволения, милости, любви и прощения сосредоточены в Иисусе Христе. Больше, больше, чем сына своего возлюбленного Богу просто нечего нам дать. «Сей, восток," «вот» 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 Продолжение следует...